Ежедневно во втором хирургическом отделении ВРКБ проводится множество операций. Большинство из них лапароскопические, как та, которую хирурги проводят сейчас. Ее особенность в том, что манипуляции с внутренними органами проводят через небольшие отверстия, в то время как при традиционной хирургии требуются большие разрезы. Эта пациентка, у нее была давняя грыжа, которая ее беспокоила с периодическими ущемлениями. Опасность в том, что она рано или поздно может ущемиться, тогда это приведет к экстренной операции и, соответственно, нежелательным последствиям. Поэтому грыжа оперируется в плановом порядке. Главное преимущество такого операционного вмешательства перед традиционным в том, что реабилитация пациентов проходит очень быстро. Кроме того, необходимость долгого пребывания в стационаре под наблюдением врачей тоже отпадает. Операция давно была? Вчера. Вот буквально суток не прошло, и вы уже на ногах? Через два часа я встала, ходила. Все нормально. Ну и когда, врач говорит, будут выписывать? Врач, по-моему, завтра будет выписывать. Швы мы накладываем внутрикожные, косметические. Болевой синдром при таких операциях выражен гораздо меньше, чем при открытых традиционных пластиках. И, собственно, на второй-третий день человек может уже заниматься своими привычными делами. Во время пандемии коронавирусной инфекции Видновская районная клиническая больница работала как ковидный госпиталь. Сейчас об этом ничего не напоминает. А во втором хирургическом отделении проводят операции не только взрослым, но и детям. Мы не только вернулись из ковидного режима в привычный режим. Мы развиваемся, мы осваиваем новые технологии, в том числе по лапароскопической пластике. У нас 20 детских коек, где тоже проводятся лапароскопические операции. Нашим детским врачом Викторией Константиновной Жиромкиной. Тоже по новым технологиям. Этого маленького пациента после проведенной операции и недолгого наблюдения уже готовят к выписке. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.